Это русский космос. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о космической погоде. В нашей студии специалист по таким интересным явлениям, как, к примеру, полярные сияния или магнитные бури. Мы узнаем о причинах их возникновения и возможных последствиях. У нас в гостях доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией по теоретическому и экспериментальному изучению солнечного ветра и его влияние на околозимное пространство Института космических исследований Российской Академии наук Юрий Ермолаев. Юрий Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Солнце люди стали изучать примерно где-то 400 лет назад, когда появились измерительные приборы, которые позволили это сделать. Солнечная активность выражается через всплески солнечной радиации, магнитной бури. Как они зарождаются, от чего они происходят и насколько они опасны? То, что называется солнечной активностью по своей энергетике, это очень слабые вещи, и они на общий поток энергии сказываются мало. Если говорить о каналах воздействия на Землю, то существует два канала. Первый канал электромагнитной волны достигают Земли в очень узких диапазонах. Это видимый свет и инфракрасный диапазон. Все остальное Земля атмосферу, магнитосферу не пропускает. Когда происходят вспышки, то там выделяется некоторая энергия, небольшая часть, скажем, в рентгеновском диапазоне. Кванты света в этом диапазоне, они могут ионизовать атмосферу, произвести какие-то локальные изменения. Есть другой канал, который менее энергичный, но тем не менее более важный. Это так называемый солнечный ветер. Это то, что я в своей лаборатории изучаю более 30 лет. Солнечный ветер характерен тем, что он воздействует не на Землю, которая имеет маленький диаметр, а на магнитосферу, которая окружает Землю. И за счет того, что магнитосфера по площади приблизительно в тысячи раз больше, чем диаметр Земли, она может собрать большое количество энергии от этого солнечного ветра и привести к различным изменениям, в частности, к магнитным бурям, полярным сияниям и другим явлениям. И вот эти два канала, они действуют постоянно и действуют независимо. Тот, кто занимается солнечно-земной физикой, пытается понять, как работают механизмы этих каналов. Нужно сразу сказать, что солнечно-земная физика находится в какой-то степени в зачаточном состоянии. То есть она наблюдает множество всяких явлений, описывает их, ищет какие-то корреляционные связи между ними, но зачастую не до конца понимает, а почему это так происходит. То есть написать, как скажем, закон Ома, просто формулу, что на входе мы даем одно, на выходе получаем другое, наука сейчас пока не в состоянии это сделать. И поэтому исследование продолжать надо, какие-то вещи предсказывать уже умеем, но надо двигаться дальше. В последние годы очень часто говорят слово «космическая погода». В космической погоде, как правило, принято уделять внимание каким-то практически важным делам. То есть связь между различными спутниками, самолетами, кораблями, связь с безопасностью космонавтов на орбите, связь явлений Солнца с такими явлениями, как магнитные бури, которые в какой-то степени могут влиять на состояние человека, на его самочувствие. То есть их нужно знать, предсказывать и знать какие-то возможные способы защиты от негативных каких-то влияний, которые они могут оказывать на человечество и его технические системы. Ну а космический климат тогда что это? Известно, что Солнце имеет 11-летний цикл. Как правило, этот цикл слишком короткий, чтобы на Земле успело что-то серьезно измениться. Климат меняется на шкалах измеряемых нескольких десятков, а то и сотен лет. То есть все мы знаем там, допустим, о похолоданиях, которые там были, скажем, несколько миллионов лет назад, когда вымирали там целые виды животных и так далее и тому подобное. Вот, например, известно, что был Маундерский минимум 1650 год приблизительно, который длился 70 лет и за это время практически не было пятен на солнце. И в этот же самый момент, если мы посмотрим на картины древних голландцев, то мы увидим, что там люди катаются на коньках, мы видим, что мы даже знаем, что замерзала темпза, которая сейчас не замерзает, каналы не замерзают. Сейчас в Европе, если выпадает снег и он лежит больше двух дней, то это просто стихийное бедствие, потому что люди не знают ни как с ним бороться, ни как вести себя на дороге. Четыре-тридцать лет назад это было и так нормальное явление. Снег лежал практически непрерывно всю зиму, так же, как он лежит и в России. И вот одной из гипотез, которая сейчас становится очень популярна, что сейчас наступает очередной минимум, и что через 50 лет все вернется на круги своя, в Европе опять будет выпадать снег, опять будет холодно и так далее и тому подобное. Ну, до этого надо дожить и убедиться, что это действительно так. То есть вы все-таки сладняетесь к тому, что потепление на Земле заканчивается, и движемся мы к ледниковому периоду? Из теоретических соображений человечество не может это точно рассчитать, но с точки зрения, сравнивая с тем, что было раньше, можно утверждать, что будет уменьшение солнечной активности и будет соответствующее уменьшение температуры, средней температуры на Земле. Об этом, в частности, говорит то, что этот максимум солнечной активности, он приблизительно в два раза меньше, чем был предыдущий. Такое уже было в 17 веке. Темза в Лондоне и Сенов Париже покрылись льдом. Температура в европейских столицах опустилась до минус 30. 70 лет на Солнце почти не было пятен. Обычно считаю, что черные пятна это наоборот, влечет к похолоданию. На самом деле, значит, мы должны знать, что черные пятна это основные излучатели, дополнительные излучатели энергии от Солнца. Солнечные пятна, темные и холодные области образуются там, где на поверхность звезды выходят токи ее мощного магнитного поля. Их количество – главный показатель активности Солнца. Физики признают, они пока не совсем понимают механизм солнечной динамо-машины. Поскольку мы будем немножко ближе наблюдать Солнце, то мы будем видеть тонкую структуру, и это позволит нам вот, значит, понять причины, значит, вот триггерные механизмы, которые вызывают вот такие явления, как вспышки и выбросы. Хотя количество и мощность солнечных вспышек в этом году увеличилось, ученые не исключают – новый солнечный цикл будет аномально слабым и наступит лишь в 2022 году вместо 2012 года. Последние 400 лет наблюдений за Солнцем показали – периоды роста и снижения активности светила сменяют друг друга примерно раз в 11 лет. Нынешний цикл не укладывается в рамки научных теорий. Его максимум наступил позже, чем ожидали, а мощность магнитного поля нарастала медленнее, чем обычно. На Земле уже был ледниковый период. Середина 21 века станет не окончанием, а пиком, во время которого на планете уменьшится количество углерода в атмосфере, главного виновника парникового эффекта. Солнце светит постоянно. Оно дает постоянный поток энергии, независимо от того, вот какой, значит, уровень активности на Солнце. Активность практически не меняет так называемую солнечную постоянную, которая дает основной приток тепла на Земле. Она меняется там примерно на одну тысячную в солнечных циклах, и даже в аномальные периоды она не меняется, иначе это могло бы привести к каким-то катастрофам просто. В Институте земного магнетизма уверены, паниковать пока рано. Именно низкая активность Солнца может спасти Землю от глобального парникового эффекта, который возникает по вине человечества, а значит, и от катастрофической летней жары. Какую жизнь в ближайшее время готовит нам источник нашего земного существования? Не станет ли он источником наших бед? И представляет ли опасность для нас такая его активная позиция? Надо начать с того, что Солнце не влияет на какие-то локальные явления. Оно может влиять на Землю только лишь в глобальном таком аспекте. В частности, оно меняет климат на временных масштабах, а влиять, скажем, на пожары в Подмосковье или что-то в этом духе, оно, безусловно, не может. Но у нас просто еще свежи воспоминания о лете 2010 года, о том страшном лете, когда половина России задыхалась от этих пожаров, от дыма, от гари. И тогда как раз связывали солнечную активность и жару такую небывалую для нашего, может быть, климата. При этом забывают, что год назад, в смысле год перед этим во Франции, допустим, гибли люди от жары за 40 градусов, которую у Франции было просто не приучено. Люди не знали такой температуры. Но солнце тогда было неактивно? Солнце тогда тоже было приблизительно в таком же состоянии. То есть разница по времени всего лишь год. Поэтому локально в каких-то местах может возникать повышенная температура, может возникать очень сухой климат, очень сухая погода, которая приводит к возможности загорания лесов, от молнии или от деятельности человека. Это не важно. Но факт тот, что это локальное явление, и оно никак не связано с состоянием солнца. Хотя климат, это известно, что на протяжении всего столетия, которое наблюдается достаточно подробно, температура на Земле возрастает. То есть в целом за это время температура увеличилась на несколько градусов, и общее увеличение температуры может быть причиной каких-то проблем. То есть получается, что солнце на климат все-таки влияет, и вот такими неблагоприятными изменениями нашего климата мы как раз и обязаны нашему светилу, да? Совершенно верно. Скажите, а вот специалисты по прогнозированию климата учитывают в своих расчетах такой фактор, как изменение светимости Солнца. Вот разве Солнце, оно всегда светит по-разному? Светимость Солнца, то есть количество энергии, которую Солнце испускает в виде электромагнитных волн, которые в основном и греют нашу Землю, называется даже в физике солнечной постоянной. То есть она с очень большой точностью повторяется, оно не меняется. На этом постоянном фоне меняются какие-то уже второстепенные вещи. Именно вот эти второстепенные вещи, когда они действуют на протяжении большого времени, они и приводят к изменению климата. Достаточно просто сравнить. Электромагнитные волны, которые падают на Землю, они приносят на 1 генн квадратный метр мощность приблизительно 1,3 киловатта. То есть это мощность чайника. То, о чем вот говорит, что изучает космическая погода, идет речь об энергии, которая в миллионы раз меньше, чем вот эта величина. Поэтому говорить, что вот она в данный момент может произвести какой-то эффект, это неправильно. Речь идет о десятках и, может быть, даже сотнях лет. 140 миллионов километров за одни сутки. От Солнца до Земли. Главное препятствие – магнитосфера. Достигнув земной оболочки, через мгновение плазма захватывает всю планету. Магнитные бури на Земле получаются от того, что на Солнце происходит вспышка. Выбрасывается сгусток энергии. И эта энергия в виде отдельных частиц, очень высокой энергии, летит к Земле. У нас есть магнитное поле вокруг Земли. И оно, это магнитное поле, не дает вот этим заряженным частицам напрямую воздействовать на поверхность Земли и на нас с вами, на все живое. Магнитное поле поглощает большинство опасных для человека излучений. Натиск солнечного ветра так велик, что форма магнитной оболочки искажается, становится каплевидной. В магнитосфере Земли возникают электромагнитные волны. Они бегут к земной поверхности и даже проникают внутрь. Для человека изменение привычной магнитной обстановки – тяжелый стресс. Чтобы справиться с ним, организм усиленно вырабатывает гормоны тревоги – адреналин и норадреналин. Что способствует повышению давления, то есть обострение, в народе говорят, гипертонической болезни, и кровоизлияние может быть мозг. Нагрузка так велика, что не выдерживает не только сердечно-сосудистая система человека. Страдает и планета. Магнитная буря может спровоцировать землетрясение, потому что во время магнитной бури в Землю закачивается довольно большая энергия электромагнитная. Возникают электрические токи. И эти токи, они воздействуют на прочность горных пород, они воздействуют на находящуюся в глубинах Земли воду, приводят ее в движение. Соотношение воды в организме человека и на Земле примерно равное – 70%. Это не только видимые нам реки и океаны. В недрах – гигантские резервуары в водоносных пластах горных пород, которые находятся под постоянным гидравлическим давлением. В какой-то степени это похоже на кровеносную систему. Во время магнитных бурь вода под действием электромагнитных волн движется по трещинам в земной коре. В сейсмоопасных районах это возможная причина землетрясения. Когда в пору вода попадает, где раньше не было, то это облегчает возникновение там трещины. А трещина – это и есть землетрясение. Впрочем, со светилом нашей планете повезло. Если бы у нас в центре, значит, был красный карлик, а не Солнце, звезда G2, первая же вспышка смела бы всю цивилизацию с лица Земли. Поэтому в этом смысле нам повезло. Магнитное поле оберегает Землю от вспышек солнечной плазмы. Это своеобразная иммунная система планеты, которая так похожа на иммунную систему человека. А магнитные бури – защитная реакция магнитосферы Земли. Солнечная активность, она бывает разная по интенсивности. Бывает малозаметная на Земле, а бывает, что происходят даже настоящие шторма. Последний огромный силой солнечный удар Земля получила в середине 19 века. Тогда на американском континенте вышли из строя все телеграфные линии. И страшно подумать, что было бы сейчас. Совершенно верно. И речь идет от события Карингтона, такое известное. Это первое крупнейшее такое событие, которое удалось померить. То есть не просто описание очевидцев, древних греков или древних римлян, а действительно померить с помощью приборов. Это померилось и в Америке, и в Китае, и в Индии, и на территории России. Все это было зарегистрировано. И действительно, буря была приблизительно в пять раз сильнее, чем была сильнейшая буря, которую наблюдали сейчас. То есть там было порядка полтора нанотеслов, а сейчас буря где-то порядка 500. Это уже довольно-таки такое экзотическое явление. Карингтон, по существу, был первым, кто связал явление на Солнце с явлениями на Земле. То есть это была уже не гипотеза, это уже была вещь, подкрепленная определенными фактами. И даже во многих, как сказать, учебниках можно прочесть, что Карингтон является основоположником солнечно-земной физики, основоположником космической погоды. Но вот в его описаниях упоминается северное сияние, которое с наступлением темноты наблюдали жители всей Северной Америки, даже говорят, на экваторе было его видно. Говорят, что даже встали некоторые старатели, пошли мыть золото. Хотя была ночь, они сочли, что это уже утро. Но это действительно так. Магнитная активность, она проявляется двумя способами. Либо магнитной бури, либо полярное сияние, точнее, они называются суббури. Одно из проявлений которых является полярное сияние. То есть это свечение атмосферы в полярной области, так называемые полярные шапки. Так вот, когда на Земле бывают магнитные бури, то свечение спускается к экватору. То есть оно наблюдается не только на Кольском полуострове, но оно может наблюдаться в Москве, в Сочи и так далее. То есть изменение магнитного поля происходит? В магнитоосфере образуются такие токовые системы, которые позволяют свечению наблюдаться и внизу, более низких шатток. Например, в 2003 году, я писал даже статью на эту тему, в Москве наблюдалось полярное сияние, в Москве просто-напросто. Этого не может быть. Это было действительно так, там приводятся фотографии, как это снято. В городе это снять сложно, потому что это подсвечивает... Да, свечение на улицах и так далее. Ну, это, по крайней мере, в Москве, в Троицке. И, я говорю, даже есть снимки и в Крыму, где было похожее явление. То есть это явление, кстати, оно наукой хорошо объясняется, хорошо описывается. Но мы вернемся назад. Вот солнечные бури такой мощности, как 160 лет назад, как часто они бывают? Вообще есть история наблюдений? Есть история наблюдений, то есть есть упоминания даже... Ну, есть люди, которые пытаются исторические всякие летописи, мифы и так далее изучать с точки зрения изучения космической погоды. Это достаточно увлекательно, но непонятно, насколько это достоверно. По крайней мере, описание подобных явлений на Солнце, как сказать, существует в всяких древних хрониках. И я думаю, что такое явление, вот типа явление Каринтона, оно наблюдается, ну, может быть, раз в 500, может быть, в 700 лет. Ну, это вы нас успокоили. Но ведь существуют еще такие естественные летописи Антарктида, например, Байкал, да? Ведь по ним же можно наблюдать изменения климата. Значит, и как вело у себя Солнце, тоже, наверное, можно понять. Ну, буря, она кратковременная. То есть то, что записано в альдах, скажем, Антарктида, Гринланд и так далее, что восстанавливает климат. Восстанавливает с точностью десятки лет. Тут идет речь о событиях, которые длится буквально несколько дней. Вот характерные, значит, просто масштабы развития. Это где-то приблизительно 10 часов, но потом она восстанавливает свое состояние, возвращается в скотное состояние приблизительно трое суток. Кстати, можно легко посчитать, если взять количество бурь, которое там было за последние 50 лет, и разделить, точнее, умножить на их длительность, то получится, что человек там при своей средней жизни 75 лет, приблизительно 15 лет живет в условиях умеренных, пускай, но все-таки бурь. То есть это промежуток времени в жизни каждого человека достаточно значительный. Опасна и трудна наша с вами жизнь. Да, жизнь она трудна, но к этому надо относиться спокойно. То есть не надо пугаться, что на Солнце что-то произошло, что, значит, будет на Земле буря и так далее. В этом страшного ничего нет. Почему организм человека так реагирует на Солнце и как защититься от его негативного воздействия? Недавно российские специалисты получили уникальные результаты. Оказывается, солнечно-сердечная связь зависит от эпифиза – железы, расположенной между полушариями головного мозга. Она вырабатывает гормон мелатонин, который отвечает за надежность иммунной системы и биоритмы организма. Нам было показано и проверено было, что во время магнитной боли, вот как раз деятельность железы резко страдает, уменьшается количество выделенного мелатонина – один из важных факторов, который приводит к катастрофе сердечно-сосудистой системы. Эпифиз – самая загадочная и малоизученная железа мозга человека. В йоге его называют третьим глазом и считают дремлющим органом. Если его разбудить, человек обретет дар ясновидения. Гормон мелатонин эпифиз вырабатывает в темноте, поэтому врачи рекомендуют спать только при выключенном свете. И чем темнее, тем лучше. Наибольший пик продукции мелатонина приходится на ночные часы, в темное время суток. Рабочий день этих врачей начинается с просмотра прогнозов геомагнитной активности. Для кардиологов это уже аксиома. Если день предвещает магнитные бури, жди наплывы пациентов. Не секрет, что во время магнитных бурь рост умерших от инфаркта миокарда увеличивается почти в полтора раза. В период геомагнитной напряженности поля Земли способность к склеиванию у тромбоцитов увеличивается. И в тех местах, где есть атеросклеротические бляшки, могут образовываться тромбы. Больше всего страдают пожилые люди. Дело в том, что с годами мелатонина вырабатывается все меньше, и как следствие возникает метеозависимость. Таким пациентам в период солнечной активности рекомендуют восполнять нехватку мелатонина в организме. Если давать мелатонин, то магнитный бурь значительно легче переносится и вообще может не принести никакого вреда. Однако сейчас самому Солнцу необходима помощь. В работе светила произошел сбой. Уже в этом году должен был начаться очередной период активности, который повторяется каждые 11 лет. Но звезда пока спит. Ни одной вспышки. И магнитосфера Земли спокойная. Ну а вот что касается техники. Ведь выходит техника из строя, да, во время магнитных бурь? Тут, кстати, два таких серьезных фактора. Первый факт, это, как я говорил, магнитная бурь. Магнитная бурь, она сопровождается тем, что в магнитосфере над нами возникают электрические поля, возникают токи, эти токи изменяют магнитное поле, и мы наблюдаем это, как магнитные бури. Второе более, кстати, опасное явление, это так называемая радиация, которая хорошо все наслышана, но мало кто знает, что это такое. То есть радиация, это когда либо заряженные частицы высокой энергии, либо кванты электромагнитного излучения разрушают молекулы или даже атомы вещества, в том числе и вещества, которые находятся у нас с вами. То есть это приводит к лучевой болезни и так далее и тому подобное. То есть эта вещь, как сказать, тоже достаточно хорошо изучена, но способов бороться с ним у нас равнительно немного. Вот, например, космонавты. То есть космонавты предупреждают, что произошло какое-то событие на Солнце, что возможно увеличение потока космических лучей, которые... Никогда не спасаются. Они просто идут туда, где больше аппаратуры. И, грубо говоря, там, где больше железа, больше металла, они просто там пересиживают, пока этот поток высокий пройдет, и, значит, меньше шансов, что они получат какую-то дозу радиации. Скажите, а вообще, насколько близки ученые к раскрытию вот этого механизма солнечных бурь? Сам механизм, он более-менее понятен. Обычно солнечный ветер, он всегда внесет в себе магнитное поле. Но это магнитное поле, оно, как правило, лежит в плоскости эклиптики. И в этом случае никаких возмущений магнитосферы произойти не может. Задача науки сводится к тому, чтобы по наблюдениям на Солнце предсказать, когда, какой величины поле окажется около Земли. Вот наука сейчас, она не может, ну, математически точно решить эту задачу. И поэтому рассматриваются некоторые такие вероятностные модели. Ну, то есть, если сказали три раза, что будет дождь, и два из них, в случае, пошло дождь, ну, все нормально. Вот в космической погоде пока таких цифр достичь не удается. То есть, вероятность правильного прогноза, она намного-намного меньше. А вероятность ложных прогнозов, она просто катастрофически большая. Ну, вот сейчас мы запустили радиоастрон, может, он как-то восполнит вот этот пробел? Все-таки есть такая надежда? Какие-то данные уже поступают оттуда? Вот наша лаборатория имеет небольшой прибор на радиоастрон, который не относится к этому астрофизическому, на самом деле, проекту. То есть, прибор настроен на то, чтобы измерить красно-солнечный ветер. И, безусловно, поступает новая информация, она имеет рекордное временное разрешение. То есть, мы имеем возможность залезть на такие, кстати, временные масштабы, которых другие еще не изучали. И это, безусловно, будет очередным таким небольшим шажком в исследованиях солнечно-земной физики. Но я на это очень надеюсь. На какой стадии сейчас эксперимент интергелиозонд? Ой, этот эксперимент очень такой интересный и очень-очень сложный. Проблема заключается в том, что когда мы летим к Солнцу, а интергелиозонд должен максимально возможным образом приблизиться к Солнцу, то у нас как расстояние в квадрате увеличивается поток тепловой энергии. Это означает, что мы должны очень серьезно думать о защите самой конструкции спутника, о защите приборов от колоссальных тепловых потоков. Потому что просто-напросто все сгорает. Да все сгорает. Придумываются различные способы защиты научной аппаратуры и приборов. Я думаю, что он будет запущен и даст интересные научные результаты. Потому что чем ближе мы приблизимся к Солнцу, тем мы лучше можем разглядеть какие-то подробности на самом Солнце, так и в том пространстве, которое Солнце окружает, и где космических аппаратов еще никогда не было. Ну дай бог, будем надеяться, что скоро все-таки появятся такие летательные аппараты, которые с большей точностью будут предупреждать нас о погодных космических аномалиях. Я благодарю вас за интервью. Большое спасибо, что были сегодня у нас в гостях. Спасибо. С вами была программа «Русский космос». У нас в гостях был доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией по теоретическому и экспериментальному изучению солнечного ветра и его влияния на околоземное пространство Института космических исследований Российской Академии наук Юрий Ермолаев. Спасибо за внимание. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова